МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Волгоград-1. В ближайшие полчаса о главных событиях Волгограда и области. В студии Виктория Браун. Мы начинаем. По итогам борьбы сразу с несколькими крупными пожарами на территории региона губернатор Андрей Бочаров собрал оперативное совещание. Накануне под угрозой оказались более 5000 жителей и 1500 жилых домов. Ситуацию осложнила высокая температура воздуха, которая держится последние две недели, и сильные порывы ветра. При возникновении возгораний и пожаров данные обстоятельства серьезно осложняют действия по остановке продвижения огня и его локализации. При этом требуется максимально оперативно сосредоточить силы и средства на направлении продвижения огня и предотвращении его распространения в населенный пункт. Благодаря совместным слаженным действиям оперативного штаба, местных жителей и полиции удалось организовать своевременную эвакуацию людей в Михайловском и Лавлинском, Калачевском районах. Спасатели МЧС боролись с огнём всю ночь. Стихии удалось остановить. Сейчас контроль за распространением огня ведётся круглосуточно. Привлечены пожарные подразделения МЧС, региональные и муниципальные противопожарные службы. На данный момент задействовано порядка 400 человек и 133 единицы техники, в том числе вертолёт МЧС России. Ситуация остаётся напряжённой. Прошу главку муниципальных образований держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на возгорание. Особое внимание обратить на проведение сельхозработ, наличие необходимой техники и специального оборудования для предупреждения о при необходимости ликвидации возгораний. Ещё раз необходимо провести обследование населённых пунктов на наличие ямкостей с водой и специальной техники. Областному комитету по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения скорректировать планы по созданию и задействованию резерва сил и средств для борьбы с возгораниями. Также глава региона отметил, что полицейские уже приступили к выяснению причин пожаров. В ряде случаев возгорания произошли из-за сельхозтехники, возможен и человеческий фактор. Обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам пожарной лаборатории. Ксения Бедросьян, телеканал «Логоград-1». Для тушения пожаров в Калачёвском районе понадобилась помощь авиации. Двое суток спасатели МЧС проливают очаги возгорания. Туда вылетел вертолёт Ми-8, оборудованный устройством для сброса воды. Вертолёт Ми-8 МЧС России завершил работу по ликвидации очагов возгорания с воздуха. Так, оперативно в течение двух суток была оказана помощь Калачёвскому лесничеству в тушении пожара. Общая площадь, пройденная огнём, в настоящее время превышает 150 гектаров хвойного и лиственного леса. Угрозы близлежащим населённым пунктам нет. Благодаря своевременным профессиональным действиям наземной группировки в составе 25 единиц специальной техники и более 200 человек, стихия была остановлена. Воздушное судно МЧС России сбросило на тлеющие очаги более 14 тонн воды. При этом водозабор происходил из реки Дон. Мы выполнили 7 сливов. Значит, приблизительно около 14 тонн воды мы из реки Дон забрали и вылили. Главное управление МЧС России напоминает, что в настоящее время на территории Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Кроме того, до 26 июля продлён срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах. Жителям и гостям региона необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, нарушение которых влечёт административную ответственность. Татьяна Крючкова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России. К другим новостям. Пока спасатели борются со стихией, медики региона продолжают свою борьбу с коронавирусом. За сутки в Волгоградской области зафиксировано ещё 88 случаев заражения. По данным оперативного штаба региона, прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 88 человек. Медикам пришлось установить всех, с кем эти люди контактировали и взять анализы. Пока результаты отрицательные, но будут сделаны повторные тесты. В больницах Волгоградской области с подозрением на COVID-19 находятся 1986 пациентов. Из них 1938 взрослых и 48 детей. На лечении с подтверждённым коронавирусом 3372 человека, из них 172 ребёнка. Выписано за сутки по факту выздоровления из лечебных учреждений региона 168 человек. В квартирах волгоградцев, живущих в Ворошиловском районе, с недавних пор стало не только жарко, но и весело. В кавычках, разумеется. В их домах по улице Кузнецкая и Ордатовская каждый вечер так скачет электричество, что ритмично моргают, включаясь и выключаясь не только лампочки на люстрах, но и все электроприборы. В чём проблема, разбиралась Анна Муслимова. Пожалуйста. Пожалуйста. Это видео прислала в редакцию телеканала «Волгоград-1» жительница Ворошиловского района. На первый взгляд можно подумать, что с выключателем света в её квартире в шутку решил кто-то поиграть. Но игра оказалась гораздо масштабнее и опаснее. Ни в одной квартире и не только со светом. Мы просто переживаем за свою жизнь, за жизнь наших близких и окружающих, за наше имущество, за всё. То, что эта вся проблема происходит ночью, ночью, когда все ложатся спать и начинает вот это вот всё прыгать, скакать, всё это дёргаться. Да, потому что работаю сплит-система за окном и слыхать рёв какой или в лифт. Заходишь в лифт или он застывает и резко потом как ракета летит, понимаете, да, по напряжению. У меня полетел телевизор, я его ремонтировала. Ну ладно, думаю, скачок. Микроволновка. Вот я её только взяла из ремонта. Сейчас телевизор два второй раз полетел. Напряжение, оно тухнет, тухнет, тухнет. В это время даже нельзя зажечь. У меня вот в плите газовая пьеза, зажигалка встроенная, она даже не срабатывает. Микроволновка вообще не включается, однозначно. Потом в какой-то момент она как даст, я же пугаюсь. Наступившие жаркие летние дни, безусловно, добавляют нагрузку на местные электросети. Но выгорания техники в жилых домах и световых перепадов быть не должно. Но, как оказалось, эта проблема в доме существует и уже достаточно давно. Буквально с самого ввода в эксплуатацию. Неисправные силовые кабели, обеспечивающие всю жилую постройку электричеством. Выяснилось, буквально, как начались судебные разбирательства, выяснилось, что у них много этих, много муфт, так называемые технологические соединения. То есть небольшое расстояние, это буквально 200 метров. На одном стоит, значит, 5 муф, на другом 6. Мы считаем, из-за того, что вот эти кабеля такие некачественные и нецельные, из-за этого проблема. Проблема есть, но как ее решить? Волгоград Энергосбыт оплату за электричество получает в полном объеме, а вот предоставляют услугу в сомнительном качестве. Местная ТСЖ вступила в судебные тяжбы, а жители продолжают ремонтировать домашнюю технику за свой счет. Напряжение у нас, как бы, делали, проводили мы сами, ну, замеры от 120 до 270 и выше. То есть, ну, техника практически, ну, выгорает. Силами ТСЖ, даже если вот люди просто потратят свои деньги, мы не сможем их заменить. Вот и все. Просто это некомфортная жизнь. Это, я считаю, что она влияет на комфортное и безопасное проживание людей. Поэтому мы требуем, если этот суд сейчас, где мы судимся, как бы, если мы не выиграем, то мы пойдем дальше. В следующий суд мы будем добиваться, чтобы было решение. Ну, главное не в решении, а главное исправление ситуации. Люди просят заменить силовые кабели в их доме, ведь они за это платят каждый месяц за качественно предоставляемую услугу, которой, по факту, нет. При службе ПАО «Волгоград-Энергосбыт» на наше обращение ответили, что на данный момент судом назначена независимая экспертиза. И судебного решения пока не вынесено. Хочется верить, что правосудие все-таки восторжествует. И к этому моменту в доме по улицам Кузнецкая и Ордатовская не случится большой трагедии. Уже не знаем, куда вы. Вы как-то помогли нам отреагировать хотя бы на какие-то органы власти, чтобы они уже нас услышали. Нас, людей, простой народ. Анна Муслимова, Станислав Кушманов, телеканал «Волгоград-Один». 12-летний ребёнок погиб по вине пьяного водителя в Николаевском районе. Мужчина изрядно выпил и повёз детей на пляж. Причём не только своих. Закончился отдых трагедией. Авария произошла 8 июля в 17 часов на трассе в Николаевском районе Волгоградской области. 38-летний мужчина за рулём ВАЗ-21112 превысил скорость и потерял управление автомобилем. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. В салоне авто находилось четверо детей. 9, 10, 11 и 12 лет. Когда водитель понял, что один из мальчиков погиб, он ударился в бега. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся с места аварии. В результате поисковых мероприятий он был задержан. Как установили полицейский за рулём, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция Волгоградской области обращается ко всем водителям. Категорически запрещено садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это серьёзное правонарушение несёт не только административное и уголовное преследование, но и тяжкие последствия, в результате которых страдают и погибают как взрослые, так и дети. От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик. Ещё один ребёнок в больнице в тяжёлом состоянии. Остальные отделались ушибами. Пьяного водителя арестовали. Теперь ему грозит пять лет колонии за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Анна Древнева при поддержке пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. Проблема бездомных животных во всём мире решается разными способами. Самое экологичное из них – стерилизация. Именно благодаря этому брошенных уличных собак становится меньше. В нашем городе одним из первых такую работу стал проводить приют Лисёна. Недавно зоозащитная организация выиграла президентский грант. В доме для тех, кто пока не нашёл своего хозяина, побывала Татьяна Крючкова. Утро в приюте Лисёна начинается всегда одинаково. Сначала идёт уборка вольеров, а их 30. Потом готовка еды и раздача её животным, а их 200 здесь. И потом идёт медицинское обслуживание. Нужно обязательно обработать ранки, сделать уколы, ну и вызвать ветеринаров, а потом принять тех, кто хочет забрать животных домой. Примерно 10 питомцев приюта в течение месяца попадают в семьи. Поступает же их сюда гораздо больше. Часть животных, которым требуется постоянный уход и медицинские процедуры, остаются в приюте надолго. Здоровые животные, которых привили и стерилизовали, снова отправляются на те улицы города, где их нашли. На содержание животных и самого приюта в течение месяца требуется более 300 тысяч рублей. Дорого обходится и процесс стерилизации. Мы очень рады, что в этом году наш труд высоко оценили, уже на федеральном уровне. И фонд президентских грантов посчитал нужным дать нам средства на стерилизацию животных. По итогу мы должны будем стерилизовать 660 бездонных животных, безнадзорных. Сейчас мы собираем заявки всех желающих, кто хочет бесплатно абсолютно стерилизовать животных. Наталья Миндрина знает, что сегодня проблему бесконтрольного размножения животных можно решить только путем стерилизации. По наблюдениям известно, что если животных отстреливают, то их становится еще больше. То есть на агрессию человека фауна дает симметричный ответ. Так устроено равновесие в природе, которое нужно не нарушать, а гуманно регулировать. В нашей организации приняты ветеринарные врачи, которые приезжают в приют. Мы собираем животных с улицы. У нас есть специальный автомобиль. Есть служба у нас лично от лова. Ребята работают. Мы забираем животных, которые боятся, которых самим волонтеры не могут взять. Мы помогаем им. То есть мы забираем этих животных, привозим в приют. Дальше у нас в определенные дни приезжают ветеринары, которые осматривают всех животных. Животные сидят 10 дней. Они проходят карантин по бешенству. Далее мы прививаем их от бешенства. И оперируют девочки у нас здесь. Кастрируют, стерилизуют. Дальше, если есть какие-то травмы у животных, мы их лечим. Потом они у нас сидят еще 11 дней после операции. Мы одеваем бирку в ушко и выпускаем на место отлова. Безнадзорные животные – это халатность граждан. Потому что в основном это метисы. У нас очень много метисов разных пород. И очень часто эти животные пристраиваются. То есть вместо того, чтобы выпустить их в естественную среду, мы очень рады, если животные попадают в нас в семью. Интересно то, что самыми счастливыми обладателями животных становятся те, кто взял больных животных и ухаживает за ними, не покладая рук. Они же больше всего и помогают приюту. Даже самые безнадежные животные, получив заботу и уход, выздоравливали и делали чуть счастливее своих хозяев. Всей историей почти двух тысяч собак, которых спасла Наталья Миздрина за несколько лет своей благотворительной миссии, она знает в подробностях. Впрочем, есть и такие питомцы, которые будут в приюте до конца своих дней, так как им нужен постоянный медицинский уход. Это собаки с черепно-мозговыми травмами, с поражением позвоночника или другими увечьями. У него здесь была пуля, прямо у него стреляли в упор. Да, он еле у нас вышел. И почему он такой худенький? Потому что у него и все оказалось, что неправильный пищевод. То есть пищевод расширен в больших размерах. И пища, он кушает и обратно, кушает и обратно. Поэтому, когда он покушал, мы его вот так вот держим, как ребенка, чтобы у него хоть чуть-чуть усвоилось. Говорят, что это перерастет. На каждом воде есть список обитателей с информацией о прививках, поступлении в приют, месте, откуда они прибыли и когда кончится карантин. Благодаря полученному гранту, а это 2,5 миллиона рублей, мы знаем точно, что бездомных собак станет меньше. Ведь один помет из шести щенков, если не провести стерилизацию, дает потом прибавку примерно 36 безнадзорных собак. Сейчас съест у нас таблетку, и через 2 недели будет красавчика. Вчера в ряде муниципальных образований крайне сложной была ситуация с ландшафтными и лесными пожарами. Сотрудники районных ОВД были подняты по тревоге и участвовали в ликвидации последствий и недопущении дальнейшего распространения огня. Полицейские выполнили задачи по охране общественного порядка, организации дорожного движения и оцепления, а также оказывали необходимое содействие силам МЧС, помогали оказавшимся в зоне бедствия гражданам. Сводный отряд из числа сотрудников главков был направлен в районы с наиболее сложной оперативной обстановкой. Уже установлена причина крупного природного пожара в Афроловском районе, где горела сухая трава на площади 80 гектаров. За неосторожное обращение с огнем задержан 55-летний местный житель. По результатам процессуальной проверки его действием будет дана юридическая оценка. Мошенники не перестают похищать деньги у жителей нашего региона. Только в Волгограде за минувшие сутки граждане лишились более миллиона рублей. Звонившие в основном представлялись работниками банка и требовали персональные данные владельцев карт. Так, более 100 тысяч рублей лишила жительница Краснооктябрьского района, а пенсионерка из Центрального – более 700 тысяч рублей. Вновь напоминаем, что работники банка не звонят своим клиентам с просьбой назвать данные их банковских карт. Здравствуйте! В этом выпуске мы отвлечемся от темы финансовых рынков и поговорим о рынке недвижимости. В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Согласно постановлению, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых. Теперь жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 миллионов рублей, а жители регионов – до 6 миллионов рублей. Напомню, что раньше эта сумма для регионов ограничивалась 3 миллионами рублей. Расширение программы льготной ипотеки, а именно увеличение доступной максимальной суммы, призвано поддержать строительную отрасль, существенно пострадавшую от пандемии коронавируса, и, конечно, обеспечить занятость в стране. Понятно, что заявленные ранее суммы в 3 миллиона рублей для регионов значительно сужали круг потенциальных потребителей. Дело в том, что даже в нашем регионе средняя цена квадратного метра в новостройках составляет более 50 тысяч рублей. А если брать центральные районы города, то цифра будет уже в районе 60-70 тысяч рублей за квадратный метр. Однако семьи, нуждающиеся в более просторном жилье, фактически под программу льготной ипотеки не попадали. Чтобы позволить людям купить по льготным ставкам двух- и трехкомнатные квартиры, и было принято решение увеличить максимальный размер кредита. Понятно, что это абсолютно правильная и своевременная мера, но если посмотреть более внимательно на ситуацию, то можно увидеть некоторые подводные камни. Но о них мы поговорим в следующих выпусках. Спонсор новостей финансового блока Акционерное общество «Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. Мы меняем мир под потребности наших клиентов. В «Финаме» на ваш капитал работают высокие технологии и команда профессионалов экстра-класса. «Финам» – будьте успешным, оставаясь собой. 10 июля по области и в Волгограде малооблачно. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-24 градуса, днем 27-31. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Информационные сюжеты телеканала вы также можете посмотреть на сайте волгоград1.tv, нашем ютуб-канале и социальных сетях. Если вы хотите поделиться с волгоградцами другими интересными новостями из жизни города и региона, пишите нам на номер ватсап или электронную почту. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин